Стик взял, Транквилы, Урнишу, Блинк, все. Они говорят за Радиант, могут там подводить, подводить. Кирасу само собой необходимо. Белекер разбежался на Сефа в мид, подлинув. Грустно без Кирасы просто. Транквилы и Кирасу. Ну смотри, Ньюби опять-таки, что делать? Они не додумываются сейчас взять какого-нибудь акса или додумываются? А вон он заходит? Да, заходит, конечно. А чем убивать? То есть получается, на Сефу? Хлокверк это никто в этой игре? А дело в том, что да, Акс здесь вообще не выход. Ну ладно, Некрофон. Тут нужен сильный герой. Луна. Ну, кстати, неплохой персонаж. Ну, не знаю, надо смотреть, да, что сейчас Virtus.pro все-таки будут делать. Возможно, будут какие-то странные линии, потому что все-таки Стардар, Спирдбекер... Да ничего, пойдем не будет, пойдем на своей бруде, я уверен, год в мид на линии. И вот эти два саппорта как-то будут ездить. Главный вопрос, будет ли у Клокверка 0-4 после этой игры или нет? Немного впервые за всю историю аналитики, наши аналитики немножечко запутались. Ну, а распутываться нам помогут наши комментаторы. И давайте смотреть. Последний матч сегодняшнего дня Virtus.pro против Newby. Решается, кто попадет в верхнюю сетку на мейн-авенте, а кто в нижнюю. Спасибо, Иван, спасибо нашим аналитикам. Немножко запутались, но на самом деле они ничего не запутались. Они просто у нас поддерживают ламповую такую обстановочку, сочетая хорошие аналистические и аналитическую инфу вместе с... Игра у нас 100% веселая. Игра, как минимум, довольно важная. Virtus.pro Newby сражается у нас за слот в сетке винеров. И, соответственно, тут ставки довольно высоки. В сетке лозеров всякое может произойти, тем более на первой стадии. И, конечно же, нужно выбивать себе слот в верхней сетке. Ну и смотрим, кто на ком играет. Значит, у Virtus.pro FNG будет играть на Spirit Breaker. Гирокоптер будет в исполнении Элит Дана. На Годи играет Лина. Лина играет Годом. Год играет Линой. Фобос будет играть Брудой. И Лил поиграет с Лардером. Так, Димон, что там? Здесь все нормально. Так, мы сейчас говорим про Newby. Ты сейчас просто с одного стрима резко перебежал на другой. Всем еще раз даст. У тебя, значит, команда Newby. 2Lay играет на Клакверке. Хао играет на Луне. Винтер Верна на Банане. Саш на Лиончике. И Му на Шадов Инде. Да, вот такие вот расклады. Мы сразу по стандарту поглядим на Vision. Значит, у нас... Что-то как-то не совсем. Значит, у нас тут стоит вардец. Здесь стоит вардец. Хорошо. На мапе вообще никого из Newby Virtus.Prom не видят. Переключаемся на Vision от Newby. Newby поставили из вардов пока только один сверху. И со вторым вардом пока еще не определились. Либо уже поставили, но я его не вижу. Не, не поставили. Еще вот вардец есть. Так, ну, куда поставят, мы это дело прочекаем. По лайнам, получается, в миде будет Лина стоять. Да, тут на поддержке Spirit Breaker. Какие-то стаки, может быть, будут делать. Слардер пока вроде перетягивается вниз. Тут уже Иллидан обустроился на линии. А Бруда в топе против Луны и Леончиков. Какой-то странный сет у Леона. Я даже его не сразу узнал, блин, что за сеты такие наркоманские. Так, ну, вроде бы все более-менее дефолтно. Ничего сверхъестественного. Единственное то, что Spirit Breaker пока вообще ничего не делает. Может быть, он хочет прокачать чарж и сразу же зачаржится на нашего вот этого вот СФ-чика. Типа его прохарасит, этот стандартная дотка. Кстати, очень неплохо его прохарасили, подтягиваются до банана. И ему вне опасности убить его не получится. Пока все довольно-таки стандартно, если не считать того, что у Virtusov два суппорта. То есть мы видим, как хотят они найти свое место на карте. Но пока лайнап Ньюби им этого сделать не позволяет. Снизу Клакверк, который очень хорошо стоит, ну, про именно против суппорта Слардера. Очередной разгон в миде. Очередной разгон. Год сам умудряется попасть станом пораньше. Есть вейфы, отлично. Очень легкий фраг, довольно ожидаемый. И банана здесь, к сожалению, ничем помочь не может, как мы видим. То есть СФу нужно играть сверхсоевого для того, чтобы не умирать. Тут скорее больше бы помог какой-нибудь Леончик, нежели это Винтер Виверна. И Virtusov из-за того, что, ну, снизу они ничего сделать не могут, в мид ставят такую необычную дабло. Это Лина плюс Баратром. То есть СФНГ бегает и делает там периодически какие-нибудь стаки в лесу, если ему это время позволяет. Ну и постепенно нападает на СФа, чтобы можно было убить этого друга. Да, и Год, конечно, ну, мы все знаем, что Лина это очень сноуболющийся герой. Если дать какой-то начальный буст, то потом она будет крушить все и вся. И начальный буст, как мы увидим, уже имеется. Вполне-вполне приятный. Иллидан хорошо ластхитит. По крипам у него пока первая позиция. А у Луны уже начинаются проблемы. А эти проблемы реально только начинаются. Вот-вот-вот-вот-вот Хао уже встревает. У Лиона, ну, да, у него есть, конечно, импейлы, но они очень-очень мало дизейблят. Очень мало дамажат. Эти пауканы, в принципе, чихали. И монопул не такой огромный у Лиончика. Он еще и Хекс на втором изучил. То есть, ну, ману ему восстанавливать будет тяжеловато. И, соответственно, особо не пооткидываешься. Брута, там, стул рингом может штамповать этих пауков очень много. Очередной разгон, но его отменил спиритбрейкер. Пошел до конца. И пока ситуация тяжкая у Ньюби. То есть, у нас многие аналитики вначале, ну, не до конца, видимо, разобрались с тем, что же собираются у нас делать ВВП, а тут все довольно-таки просто. Мы имеем двух суппортов Луну. Никто из них хорошо не может встать против Брудмазер. И пока мы видим то, что Фобос терроризирует верхнюю линию, очень сильно напрягая Хаул. Ну, вообще, на самом деле, это если Луна перетерпит момент, да, вот этой мощности Бруды, то потом, в принципе, Луна тоже может фармить этих пауканов. Но, блин, я чувствую до этого еще, ого-го, сколько нужно прокачать себе. Так, ну вот очередное нападение. Подстрял Му. Очень ему больно. На слейф хватает маны. До последнего ждет, дает слейф. И есть еще один килл. 2-0. Очень хорошая, качественная игра в миде. Шадоу Финду тяжко. Ну, это тот персонаж, который может камбэкать в игру. Но здесь даже проблема не в том, что СФ огнобят, а проблема в том, что очень жестко бустится Лина. Уже Лиончик. Проблема в том, что Лиончик. Сарина Лиончика, да, да, да. Пауканы продолжают нападение на Лиона. Хоть Хекс откидывая в одного из пауков. Есть станчик. Фобос подстрял. Но Лион не успевает дать стан с землю. Но Фобоса все равно забрали. И в итоге с Брудой более-менее получается совладать. Это настоящий подарок от Фобоса. То есть, естественно, не стоило вот так вот бежать под тавр. Потому что мы видим по размену Ньюби у нас в плюсе. И это единственный момент, как Фобос может дать шанс просто подставиться. Да. И опять же, ну, Фобоса тоже винить здесь, наверное, сильно не стоит. Конечно, да, он и так пауками убивал. Можно было самому по Сайвове играть. Но там дело в том, что если бы он паутину не поставил, то Лиона бы он не убил. А то, что подойдет, так, в миде опять нападение. Такое вот незамысловатое. Лил не пожалел своего времени. Нашел инвиз, пришел, реализовал. А снизу вижена нет. То есть, СФ не знал, что Лил может быть под инвизом. А есть очередной крэш. Откидывается он. Лея. Забегает спиртбрекер. Ну и так чуть-чуть поразминать. Убить, конечно же, не получится. Так вот, продолжим мысль. Мне отдал, наверное, то, что Винтер верно перетянется в топ и будет гангать. Учитывая, что СФ в миде уже два раза там убили. Так, очередной разгон. Прямо вот по кулдауну. Чарджи по кулдауну. Только откатил, сразу прибежал. Что-то там по голове стучит. Но тут, понятное дело, убить не удастся. Хотя есть кулдаун на самом деле у гирокоптера. Он, наверное, не успел подойти здесь Элидан. Были бы вот как раз-таки те самые фейзы, которые вот он сейчас докупит. Может быть, и успел бы подбежать, дать кулдауну и рокет баррежами застрелить его. Так, ну и пока мы видим то, что Клокверк держит свои позиции снизу. Все-таки забрать его здесь будет тяжело, потому что есть у него чем откидываться. И Коги может поставить в любой момент. То можем аккуратно посмотреть на центр. Здесь мы видим то, что Год очень сильно прессует Шадоу Финда. Может его, естественно, забрать, потому что вот-вот откатывает с Лагуном. И ему нужно играть очень аккуратно. У него хп прямо на прокаст. Вот, как все легко. Как же хорошо Год реализует этого персонажа. Просто пиксель в пиксель рассчитал, дал сейф, и Лагуна Блэд заходит как наш масло. Леончик успевает откинуть у станов спирит брейкера. Чарж прервали. И не хотят на этом останавливаться. Сюда подтянулась Луна. Довольно странное подключение от Хао. На топе ему совсем дискомфортно стоится. Есть МПЛ, и это фраг. Это фраг. С руки причем добивая, даже не стал бим тратить. Ну, пытается перестраиваться. Ньюби. Банана. Видит его Год. Сразу откидывается станом. Есть еще Крэш. Драгон Слейф. И отлично сыграно. Я смотрю, Виртас Про прям ничем не уступает своему оппоненту в плане действий. Если, допустим, тот же Хао понял, что на топе ему ловить нечего, попытается бегать по карте, делать хоть что-то, хоть как-то быть полезным. И, я так понимаю, он хочет перетянуться вниз. А, не, он в миде вообще теперь тусит. То Виртас Про, в принципе, здесь удивляться нечему. Лина имеет лютый прокаст и нужно постоянно кого-то ловить, убивать. Можно на Нетворсе, я думаю, уже переключиться. И видим мы, что самый богатый у нас, конечно же, Год. Имеет 4 500 на линии, Бруда 3 100 и 2 900. То есть все три персонажа команды Виртас Про. По графикам более 3000, там где-то 400-300. И по экспетрика, сорят. Очередной чарж отменяет в итоге. Тут напали на Иллидана. Подходит клок вверх, Иллидана забрали и молодцы. Да, находит места. Ой, слушай, тут крипы почти добили. Почти добили крипы, но хотя бы один телепорт, ребятушки. Причем долго там, на самом деле, убивали Иллидана. Можно было бы успеть прилететь. Год без маны. Спирит Брейкер без скролла. Только сейчас он купил. Слада со скроллом, но не решился он один против троих идти. А зря, потому что там, на самом деле, очень мало было хп. 46 матчей в карьере и 33 победы. Неплохо. Пау и правда неплохо. На этой Луне. Но вообще Луна в свое время очень-очень была популярна. И на ней очень много игр было сыграно. И Луна в свое время была такая же популярна, как Гирокоптер, в принципе, сейчас. Да, у нас все время так получается, что как только наступает время интернешнала или мейджора, начинает брать Луну. Потому что для замеса, в принципе, все есть. Она имеет хороший нюк с маленьким кулдауном. При этом ульта, которая дамажит хорошо врага. Ну и в лейте пассивочки работают, нура. Да, в топе забегает на Клокверка. Больноватый ему здесь, конечно. Крэш этим разом все-таки кастанул. И забирает без каких-либо проблем этого Клокверка. Анстапа Балугода. И, ну, голды дали, на самом деле, не так уж и много. 424 в общей сложности, да, там на четырех героев. Ну, при этом они же еще и тавер забирают. Virtus.pro. Все четко, методично, хладнокровно. Даже вот на самом деле, я бы не сказал, что есть какой-то жесткий накал страстей. Пока Virtus.pro месят своего противника. Время от времени какие-то вот уколы делают нюби. Ну вот сейчас, ну вот, нет интересен этот выход в самоках. Они видят то, что все игроки Virtus.pro в топе, кого они хотели найти, интересно. Один из них миди. Того, кто будет пушить мид тавер. Подходит ли он к спину, заходит сюда. Также у нас Лил, которого... Одного хекс, другому стан, есть один рейс, тычка. Еще один рейс нужно заюзать. А тут уже кулдаун откидывает гирокоптер. Или дам понимать, что ему отсюда не уйти, раскастовывается до последнего. Хорошо, поймали му. Лил пытается убежать. Есть рейс в среде, но дальнего рейза нет. Еще и клак верхний попадает фукшотом, но подрубает батарею. И Луна бимом уже добивает. Два в один размен. Virtus.pro проиграли. Но тут подтянулся год. Как же он хорошо играет, господи. Фейзы, иулы дают ему жесткий мухспид. И он не отпускает эсэпа. А Фобос Т3 Тауэр уже потихоньку грузет. Пока есть время, и противники имеют кулдаун. Ну, в кулдауне своей спилы самое время попробовать найти брудмазу. Мы вот видим то, что здесь ставят в своей центре. Видят, как Фобос от них убегает. Юзает, даст им. И нужно догонять. Банана бежит. Первый скил все еще на КД. У Хао также нету маны. И Фобос может отступить. Подходит сюда. А тут очень грамотно ФНГ. Покинулся на развороте. Как же хорошо здесь поддержали Фобоса. Ну, это, наверное, легчайший байт сейчас для Фобоса. Просто легче не придумаешь. И снизу, посмотри, как тут все шоколадно. И низ пушится. И в топе все хорошо. И пока вот, ну, 11-5 сломали два таура. Еще целых четыре таура имеется, как бы, в активе у Нюби, которые Virtus.pro с удовольствием сломают. И все, все очень, очень, очень замечательно. Сноукбол. Мне сейчас нужно ловить только одну простую мысль, что они ничего не могут сделать в груде. То есть, если посмотреть, да, то ни один, ни сторонний третий герой, в принципе, не могут с ней стоять легкой линии. Но, кстати, прилетает мид, сразу же подтягивается лил, сразу же есть крэш, есть небольшая хелп-аут ФНГ. И этого достаточно, чтобы убить даже без лагуна Блэйда, который пока в холлдауне. Юлы, Лила засейвили. Здесь, если еще и этот товарищ убежит, это будет просто супер невероятно круто! Получается убить Тулэя, убивает так же Лиончика. Тут только слайдер отъехал, но три в два по итогу размен. Здесь еще проблемки небольшие у бананы, но он уйдет. Пауканы его уже здесь не должны. Ого! Fight Recap. Три в один, 1100 голды получают и 2000 XP Virtus.pro, а отдают всего полтинник голды и там под шесть сотен XP. То есть, по сути, копейки по сравнению с тем, что получили сами. И Ньюби пытаются использовать единственную возможность как-то напасть на противника. Правда, инициации начинаются не так, как бы этого хотелось. То есть, получается так, что все время Хао попадает под фокус. Мы видим то, что Virtus постоянно его вырывы контролируют, и разультиза через Eclipse не получается. У него, увы. В итоге, как мы видим по графикам преимущества, уже 10 тысяч голды, 7000 XP. Какие-то намеки на то, что Ньюби могут выиграть Teamfight? 12-я минута. На 12-й минуте, да. Какие-то намеки на то, что Ньюби могут выиграть Teamfight, они явно не сработают, потому что здесь фактически нет айтемов вообще ни у кого. Можно даже не пытаться. Когда на 12-й минуте такие цифры, десятка и семь с половиной, это все, это как бы, блин, это реально невероятная цифра. Я уже в последний раз не помню, где такое видел, чтобы настолько суровое было преимущество. Очень много игр, где там может быть счет 20 на 3, 20 на 2, но графики там максимум до 5-6 тысяч доходят, а тут уже целая десятка. На 12-й минуте это перебор. Можно сказать, что где-то на процентов на 80 они их перефармливают. И дабы не вступать на землю противника, в данном случае это не попадать в объятия бруды, мы аккуратно перетекаем вниз. То есть используем единственную возможность как-то подраться 5 на 4, может быть, вот так у них получится хорошо размяться с противником. И вот Virtus, как мы видим... Ну, кто сейчас умирает практически... А, нет, спута на силу, он не умирает в Аркенслейвые лагуны. Просто у Года появился Аганим. Так, разгончик. Пошел, пошел, пошел. А куда? А, что-то не вижу, куда пошел разгончик. Ну ладно, неважно. Луна уже... Уже даже под собственными вот этими Т2, Т3 не совсем себя безопасно чувствует Хао. Я думаю, ни одному керри. Причем у него айтемы-то не такие уж и плохие, по сути, да, для такой минуты. Ну, не, ну плохие, конечно. Могло быть еще хуже. Хоть что-то себе смог купить. Ну, Хао сейчас играет осторожно. Он прекрасно понимает то, что раз уж мы забираем вышку снизу, а Virtus в этот момент не делает ничего, то зачем идти? Ты аккуратненько стоишь и ждешь, когда враг совершит свое действие. Враг, в свою очередь, пока ждет, что кто-то поется сверху. И мы видим, как врывается ФНГ на Хао, и у Хао небольшие проблемки. Подходит банана на ФНГ. Лентер Иверно тупо юзает ультимейт на Лину, но получится ли ей что-то сделать? Фингер залетает в Года. Год поднимает себя Бьюлы. Года очень побитый. Когам его нужно было как-то оттолкнуть, но в итоге Коги почему-то не были проюзаны на Года. Я не знаю, почему. Отваливается. Байбекается Клакверк. Сэфа разорвали на части. Просто доминирует и властвует. Виртус Про на базе у оппонента. Клакверк с кулдауном на фукшот. Байбекнулся и будут как-то пытаться оттеснять. Но чем оттеснять? Кинул Рокет. А дальше... Ну, в принципе, он дал эти Коги, по-моему, Лина бы встряла. Она бы просто торкалась бы об эти Коги до собственной смерти. А по итогу, то ли ему не позволил кто-то, то ли, я не знаю, не прожжал. Я не знаю, в чем. Да, Сайленс. А кто Сайленс дал? Бруда? Да. Кстати, да. Все, точно. Теперь понятно. А как же хорошо сыграно просто Виртусами. Год, на самом деле, там слегка подстрял. Это, наверное, первый небольшой фэл с его стороны. Но тиммейты его тут же поддержали. И... Великолепно. 17 на 6. Графики только скрипчают. А это еще, как уже говорилось, не все товара сломали. Есть еще снизу два товара, в миде целый товар, да и Рошан, как бы. Да, Виртусам, можно было бы спокойно вообще перетянуться вниз, потому что мы видим, как Бруда одна терроризирует весь вражеский лес, и в это время у вас появляется огромное пространство, но пока им этого мало. ФНГшщик в очередной раз бежит за Хау. Хау небольшие проблемы, потому что у него на лице Баратрум, который очень больно бьет по голове. Сайленс, который добивает Хау, и это отличный размен. Да, и айтемы не прибавляются, просто вообще никак они не хотят прибавляться. Купил он себе с горем пополам какой-то прицеп на Барабаны. То есть для Нюби тут можно поставить кому-то табличку, не знаю, к какому-нибудь тренеру, там, в шестом игроку, который может быть когда-то будет стоять за их спинами, что вот сюда ходить опасно вообще вот на эту территорию. Ну, а как им тогда играть? А что тогда вообще делать? Ну, вниз пойти, то есть ты выходишь наверх, ты встречаешь бруду, По логике, по логике, как ты сам сказал, Virtus.am было бы неплохо перетянуться вниз и сломать там пару таверов. Но раз они не идут, то вы можете пойти вниз, потому что один раз Нюби туда вышли, они забрали тавер, ну, шутки шутками, но это был первый тавер в игре, и зачем останавливаться на одном успешном муве, то есть можно попробовать и продолжать это делать. Потому что драться вот здесь не вариант, драться вот здесь вот не вариант, драться вариант, он тут двинет у себя по таверам, может быть, под бараками, под т3 с барабаками. Ну, пока поломали т3 тавер, слегка там пауканов подфидели, но т3 тавер забрали. Ну, вот, выходит СССР, все нормально, все замечательно, вышел, два кайла дал, крепочков забрал, можно пойти там забрать вражеский лес, можно еще и руну хасту на себя забрать, может быть там в драке получится хорошенько разносовать. СССР сделал, так вот. Да, мммм, оптимист, слушай, этот мальчик. Ну да, то есть, как бы тут, ну тут и БКБ не поможет, в этом проблема, потому что там все, что есть, все пробивает. Мека, да, Мека вариант, и правда неплохой был бы, потому что там так. Подхилите себя, и Луну, и Клокверка, в общем-то, СССР растет на свою команду. Ну, пока мы видим то, что Моу верит, то, что он кого-то поднимет и убьет с ульты. Может быть, он верит в то, что хотя бы поднимет кого-то, типа Линой, чтобы та не раскастовалась, как надо. Ну и теперь ситуация, теперь ситуация Ньюби попроще, то есть, они наблюдают за тем, что Свардар снизу один стоит и добивает для себя свой блинг. Возможно, предполагают то, что где-то здесь еще бегает Лина Братром, которые хотят забрать снизу Нижний Тавер, и мы можем аккуратненько выйти в свой лес и, может быть, даже поставить ворды. Но, как мы видим, ворды мы никакие не поставили, потому что у нас их просто нет, то есть, такая необычная ситуация, но Леончик хочет добить свой блингдаггер, а Винтер Верна, видимо, бойкотирует все предложения и перетягивается на центр. Да, конечно, без Вижена играть. Но там, наверное, гем есть уже? Не, гема нет. Спирит Брейкер, а, ну вот еще для чего, то есть, нужно вот таким вот образом поступать и попыточкой как-то камбэкнуть. В пятом из Ньюби заканчивается тем, что Хаос сразу же сваливает после Лагуна Блэйда, погибает от Орчада, Му тоже очень побитый, единственное, кого убили, это ФНГ, и Гуд Гейм пишет Ньюби. 18 минут. Это, вот вообще, что сейчас было? Морально измотали ВП Ньюби. Ньюби, видимо, не понимали, что в такой ситуации делать и просто решили пойти в легкий улайн. Настолько все было просто и легко, вот казалось бы, да, выиграй мид, по сути, и что? Я бы сказал, бруда, тут некому было бороться, бруда снесла, первый тавер снесла, второй тавер снесла, третий тавер, и по итогу получилось так, что ни один герой не мог ничего сделать и пришлось куда-то убегать. Да, быстрая, красивая и довольно легкая игра для Virtus.pro.